Впервые стартовала всероссийская студенческая диджитал-мастерская «Взлет». Она объединила студентов разных городов России, таких специальностей, как реклама, связь с общественностью, журналистика, маркетинг и менеджмент. Это совершенно новый образовательный проект, где студенты смогут раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал. Очень здорово быть креативным. Очень здорово. Правда. И креативные идеи не всегда подкупают. Но символоз креатива и понимание того, насколько этот креатив ложится в реальность, вот это, наверное, самое главное качество. Очень важно, чтобы команды понимали, насколько их идея реально воплотима в жизнь. В проекте принимают участие три города. Это Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Казань. В двух городах уже прошел региональный этап, а сейчас очередь дошла и до Казани. Всероссийская студенческая диджитал-мастерская «Взлет» проходит на базе Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. В течение трех дней команды побывают на мастер-классах ведущих специалистов, где им расскажут о диджитал-стратегиях, о том, как исследовать целевую аудиторию и правильно с ней взаимодействовать. Но ключевое значение будет иметь и то, как студенты смогут себя проявить. Все эти дни они будут решать многочисленные кейсы и выполнять различные задачи. А финальным испытанием конкурса станет презентация проекта. По опыту могу сказать, что вот эти первые презентации, они всегда такие, знаете, самые шальные, потому что у ребят такой прям фортал идей, креатив, и немногие из этих идей потом впоследствии находят применение в финальном кейсе. То есть вот уже завтра это будет уже больше похоже на такой, скажем, на рабочие презентации. Сегодня для ребят это такой прям полет фантазии. Генеральный партнер этого мероприятия – компания «Сбербанк». Они расскажут об истории проекта и предоставят участникам задание по развитию и продвижению карты жителей Республики Татарстан. Для банка, в принципе, любой организации важно в конечном итоге иметь возможность реализовать ее. Это все-таки желание услышать голос именно такой молодежной аудитории, потому что тот кейс, который мы представляем, он, в общем-то, касается всего населения, на самом деле. Я имею в виду карты жителей Республики Татарстан. Но именно взгляд молодежи, студентов на этот продукт, его восприятие нам очень важно услышать, увидеть и, возможно, использовать для дальнейшей работы. Участникам придется хорошо потрудиться, чтобы войти в тройку лучших команд, которые смогут принять участие в суперфинале проекта в Санкт-Петербурге 24 марта 2017 года. Там встретятся 9 сильнейших студенческих команд страны, занявших призовые места в отборочных турах. Анна Газунова, Леонард Витьяров, Универ Ньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова